Внимание! Мы начинаем прямой репортаж из Грозного. Это нейтральное поле для команд Анжи и Зенит. Именно здесь сегодня состоится матч 1-8 Росжакубка России. Анжи именно на этом стадионе принимает Петербургский Зенит. Около 0 градусов температура. Больше, наверное, к плюса она движется, чем к минусу. Срывается все время то ли мокрый снег, то ли дождь. Поле искусственное, поэтому оно, в принципе, без луж. Но вызывает интерес этот матч по многим разным причинам. Но одна из самых главных, это, конечно, мне кажется, начинается новая эра жизни дагестанской команды Анжи. Потому что те приобретения, появление нового спонсора, строительство нового стадиона. В общем, все это очень интересно. И сейчас подробнее об этом расскажет наш корреспондент Наби Аликбер, который находится у хромки поля. Наби, вам слово. Да, спасибо, Геннадий Сергеевич. Добрый вечер вам, добрый вечер зрителям. Правильно вы подметили, для Анжи наступает новая эра. И Анжи играет на нейтральном поле, хотя формально, конечно, Анжи является хозяином поля. Игру перенесли в Грозный по причине обидных снегопадов, которые буквально недели две шли. Один день за другим. В Махачкале, в принципе, сегодня с утра в Махачкале шел снег в перевешку с дождем. Снег, в принципе, идет и здесь в Грозном, и здесь поле искусственное. И оно не боится никаких морозов. Да, пытались исправить ситуацию в клубе. Конечно, работы много. И попросили в клубе помочь с уборкой снега на стадионе «Динамо» своих болельщиков. Болельщики откликнулись в праздничный день 23 февраля. Пришли на стадион «Динамо». Убрали буквально весь снег со стадиона. Но специалисты, которые смотрели «Газон», решили, что лучше все-таки игру перенести, потому что трава влажная. И решили в клубе пожертвовать одной игрой в Кубке России. Для того, чтобы потом спокойно начинать чемпионат России уже на родном для Анжи стадиона «Динамо». В этом году махачканецкому клубу исполняется 20 лет. Это юбилей. Все эти 20 лет команду, командой руководил, хозяином команды был Магомед Султан Магомедов. Теперь команду передали в руки новому хозяину Сулейману Кирилову. Команду передали практически бесплатно, реорганизовав ее с общества, ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество, где 80% акций владеет Сулейман Абусаидович. И план у него грандиозный. Он уже собирается строить в Дагестане новый стадион, вместимостью порядка 40 тысяч мест. По крайней мере, такие разговоры ведутся. И сейчас подыскивают место для строительства. Стадион будет построен по всем европейским стандартам. Плюс собираются вроде как начать строить новую базу для клуба, которая тоже будет соответствовать всем европейским стандартам. Ну и, конечно же, детские футбольные школы, которые будут растить молодых талантов как для Анжи, так и для всего российского футбола. Конечно же, началась новая эра с новой трансферной политики. Пожалуй, стоит перечислить, кого Анжи приобрел. Думаю, это не новость, но все же первая главная новость. Это, конечно, приход в команду Роберто Карлоса. Человека с мировым именем, который выиграл чемпионат мира. По-моему, это первый чемпион мира в российском чемпионате. Трижды обладатель Лиги чемпионов. Этим трансфером, конечно, Анжи взорвал вообще весь трансфер нырнанок. Это главный Анжи-ньюсмейкер в межсезонье. Ну и Роберто Карлос собирается в Махачкале поиграть лет так до 40. Он этого не скрывает. Кто знает, может, останется потом и на административную должность в клубе. И помимо Роберто Карлоса приобрел Анжи и еще одного футболиста-каринтианца Жусилея. Он прилетел сюда, в Грозный, но на иматч не заявлен. Жусилею 22 года. Уже два матча за сборную Бразилию провел. Под руководством Аном Мененеса, который тренировал до этого Каринтианц. В принципе, на Жусилея претендовали и Фиорентина, и Юви. Но он выбрал Анжи, посоветовавшись все с тем же Роберто Карлосом. Анжи приобрел еще и узбекского хаббека Одиля Ахмедова. Молодой, перспективный парень, который в чемпионате Узбекистана был признан лучшим полуточительником, опередив по этому показателю Ривалдо. Одиль Ахмедов пришел в Анжи в аренду сроком на полгода с возможностью должнейшего выкупа. Также команду пополнил Иракли Кремяшвили, молодой грузийский игрок. У него по потенциалу сравнивают с Жаной Анонидзе. Что ж, посмотрим. В общем, перемены грядут. Они уже начались по трансферам. Если продолжать, то пришел еще и Жуао Карлос из бельгийского Генка. Игрок, один из лучших центральных защитников чемпионата Бельгии. За ним, в принципе, Махашканинский клуб давно смотрел. Но вот, как только финансовая составляющая клуба улучшилась, Жуао подписали. Как он сам попросил его называть, зовите меня Чавесом. Его полное имя Жуао Пинто Карлос Чавес, чтобы не путать с Роберто Карлосом. Ну что ж, может быть, Жуао Карлос Чавес, так же, как и руководитель Венесуэлы Уго Чавес, зацементирует оборону Махашканинского Анжи, как тот цементирует свою страну и руководит ею. «Зенит» на трансферном рынке смотрелся чуть попроще. Ну что ж, обо всем остальном вам расскажет комментатор матча Геннадий Сергеевич Орлов. Вам слово, Геннадий Сергеевич. Спасибо, Наби Олег Беров. Очень старательно все рассказал. Молодец. Это монолог, был около 7 минут. Но, мне кажется, фактуры много. Я не слышал, к сожалению, но я знаю, о чем он должен был говорить. Конечно, можно только по-хорошему позавидовать клубу Анжи. И будем надеяться, что все мечты воплотятся в жизнь. Хочу сразу сказать, что и Терек Грозный. Уже в этом году, где-то в конце, должен быть построен новый стадион. Более зрителей, чем на 30 тысяч. И здесь Гулит сейчас тренирует команду Терек. В общем, юг будем прирастать, российский футбол будет прирастать южными командами. Дай бог, дай бог, чтобы они боролись за медали. Составляли конкуренцию нашим основным лидерам, претендентам. Ну, а, конечно, фигура номер один в сегодняшнем матче. Это Роберто Карлос. У нас подготовлен... Ну, у нас сейчас про составы, а затем про Роберто Карлосу. Итак, состав. Ну, начнем с хозяев этого матча. Анджи, он хозяин сегодня на этом стадионе. В воротах Нукри Ривишвили. Седьмой номер Камиль Агаларов. Восемьдесят восьмой Алексей Иванов. Капитан команды тринадцатый номер Расим Токирбеков. Шестьдесят третий Али Гаджибеков. Двадцатый Михаил Бакаев. Третий номер Карлос Роберто. Роберто Карлос. Вот так, наверное, да, тут написали с другой стороны. Теперь тридцатый номер Карлос Жоао. Семнадцатый номер Ян Голенда. Двадцатый номер Мирослав Славов. Это два нападающих Голенда и Славов. И Оддин Ахмедов, игрок сборной Узбекистана. Двадцать пятый номер. Главный тренер Гаджиев. Гаджи Муслимович Гаджиев. Зенит в воротах Юрий Живнов. Второй номер капитан команды Александр Анюков. Тридцать четвертый Владимир Быстров. Двадцать седьмой Игорь Денисов. Восемнадцатый Константин Зырян. Пятый номер Фернандо Мейера. Восьмой номер Данко Лазович. Двадцать четвертый Александр Лукович. Третий номер Бруно Аунич. Двадцать седьмой Игорь Денисов. И пятнадцатый Роман Широков. Главный тренер Лучано Спалетти. Мы видим, что Дани нет на своем составе. В общем, один из лучших игроков бесспорно Зенита. Но это такая тактическая уловка на сегодняшний матч. Причем Гаджиев выпустил трех центральных защитников. Посмотрим, как это все будет располагаться на футбольном поле. Ну и вот Роберто Карлес. Ну что же, этому футболисту исполнится 10 апреля 38 лет. Звезда первой величины. Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии. Надо сказать, что повыиграл титул всевозможных. И был чемпионом Бразилии, причем неоднократно. В реале трижды становился оплодателем победителя в Лиге чемпионов. Все время попадал в тройки лучших футболистов мира. Футболист, которого все обожали. Но, может быть, особо отличительная черта, что он долго владел рекордом силы удара. Скорость полета после того, как он впускал мяч своей левой ногой, была 198 километров в час. И только в 2010 году на чемпионате мира Лукас Подольский, игрок сборной Германии, превзошел это достижение. Он запустил мяч со скоростью...